Месть влюбленной женщины страшная штука, даже если бывшим влюбленным под 80. 79-летнему Отто Вейде оправдываться сейчас приходится за поведение свое в полиции. Пенсионер из московского района нашел себе подругу, немного постарше себя, кстати, что называется, на стороне от законной жены. Но после года общения решил эту связь разорвать. Но не тут-то было. Его теперь обвиняют во всех смертных грехах. Было все хорошо. Была любовь. Ну, ей она старше на год. Мне вот будет с 7-го года 79, а ей, наверное, будет 80. Конечно, я свою бабулю обманывал. Ездил в друга. Она спросит меня, куда едешь, я же в другу. Ну, жена уже никакая, понимаете? Ну, ему со мной как бы интереснее поговорить все-таки, чем... А потом я сказал, далеко езжу, в Черепицке я живу тут, у нас все окончено. Ну, и все так. Я не стал ездить. Вот она каждый день мне едет. Звонит, сразу сказала, ты мне расчески украл. Какие расчески деревянные? Какие деревянные? Потом говорит, ты мне кофту взял. Я говорю, ты приезжай ко мне, я тебе любую кофту дам. Она мне решила отомстить, что не стал ездить. Ну, она все время заведение пишет в милиции. То-то украл, то-то украл. Теперь вот эти вот будильнички, три штуки. Потому что он украл. Я жить уже не могу. Я просто погибаю. Поскольку лет мне много, и вообще я женщина как бы энергичная, и все у меня было в порядке. Но без часов я жить не могу. Я человек верующий. Мне надо в храм сходить. Мне надо лекарство принять. Все по часам. А он их украл. Поступило более 20 заявлений от жительницы Приокского района о том, что из ее квартиры неизвестным образом пропадают вещи. В своих заявлениях женщина указала то, что она подозревает в этом своего друга, который также проживает в городе Нижнем Новгороде. Причастность его к пропаже вещей установлена не было. Кстати, жена любвеобильного дедушку приняла и простила.